Больше 900 километров сетей газоснабжения построили и ввели в эксплуатацию по области за прошлый год. Догазифицировали больше 20 тысяч домовладений. В этом году эта работа будет продолжена, причем с нарастающими темпами. По всем показателям Ростовская область находится сегодня в зеленой зоне. По социальным объектам на 17 августа подано 95 заявок. По объектам медицинских организаций 25 заявок. По объектам образовательных организаций 70 заявок. Принято в работу 84 заявки. Аннулировано 11 заявок. Эти заявки, которые не подпадают под критерии не оформленных земельный участок, строения, отсутствия лицензии на деятельность. Газовой сети еще нужно подключить почти 26 тысяч домовладений, в том числе 9,5 тысяч в этом году. И это при том, что раньше речь шла всего о 5 тысячах абонентов. План уже на утверждении правительства области. На 17 августа создана техническая возможность для подключения 4526, это уже исполненных домовладений. В сентябре-ноябре 2023 года запланировано окончание строительства распределительных газопроводов под догазификацией в городах Новочеркасске, Шахтах, Таганроге, а также распределительных газопроводов в ранее негазифицированных населенных пунктах Красносулинском, Милеровском, Зимовниковском, Каменском, Белокалитинском районах. Проводивший заседание штаба замгубернатора Игорь Сорокин обратил особое внимание на необходимости противного выполнения поручений президента по субсидированию работ по плану догазификации. По темпам этой работы Ростовская область, кстати, занимает в рейтинге Минэнерго седьмое место. В последние два года это настолько масштабная работа проделана, и предстоит нам еще в 2024 году, что, наверное, за последние десятилетия такого объема работ не производилось. Многомиллиардные вложения, собственно говоря, в инфраструктуру нашего региона, в газовую, будут вложены в ближайшие годы более 20 миллиардов рублей со стороны ПАО «Газпром». Замгубернатора подчеркнул, успех программы социальной газификации невозможен без участия и активной работы городов и районов, а образовательные и медицинские учреждения должны подключаться за счет бюджета. Инна Билан, Юрий Лешко, Первый Ростовский.